Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вы спрашиваете в комментариях, и несколько таких комментариев, я даже на них реагировал, где же Олег Игоревич Соскин? Почему он не появляется, не выходит на связь, не дает интервью? Так вот он, Олег Соскин, мой сегодняшний собеседник. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую всех. Да, действительно ждали вашего взгляда многие подписчики и гости моего канала на события, которые происходят. Начнем с горячей новости удара по аэропорту или аэродрому дальнобойной авиации в Энгельсе. Есть версия, что это взорвался бензовоз, а есть видео из соседних домов, где что-то явно пролетает. Украина дотянулась до Энгельса? Была информация с разных источников, что якобы упал на эту авиабазу, это мощнейшая авиабаза стратегических бомбардировщиков, вот этих ТУ, которые, кстати, часть из них подсобил то, что они бомбят Украину. Это Кучма, как известно, подсобил. Он передал большое количество этих бомбардировщиков вместе, кстати, с этими ракетами стратегическими, которые сегодня бомбят Украину. Поэтому миллионы украинцев, и Херсон, и Киев, и Запорожье, и Кривой Рог, и Днепр, особенно Днепр, и Черниговская область, и прочие, откуда там Кучма в Днепре, как известно, был секретарем парткома Южмаша, а потом его избрали в годы перестройки директором этого завода закрытого, закрытого города. Пинчук, кстати, тоже жил, и в Киеве родился, и жил в Днепре. Вот как раз благодаря Кучме, его жене Люде, его дочке Лене, этой всей семье, плюс Пинчукам, вот сегодня как раз и эти Ту, в том числе, тоже, видимо, участвуют в этих, как часть путинской этой бомбардировочной орды, участвуют в бомбежке украинских городов. И Энгельс, наравне с второй базой в Волгодонске, она, кстати, совсем недалеко от Ростова, еще ближе, чем этот Энгель, в Саратовской области, потому что оттуда они летают над ареалом Каспийского моря и бомбят украинские города. Так вот, это мощнейшая база, где они базируются, и все. И я так надеюсь, и мы говорили с вами об этом, и с другими я говорил интервьюерами на других каналах, что пора наносить там уже удары. Ну и, видимо, все-таки долетел, как говорится, беспилотник, и упал он как раз, врезался там на этой взлетной полосе, и пошла информация, что повреждены два стратегических Ту-95. Вот такая была более-менее объективная информация. Понятно, что путинская шантропа это все сейчас будет врать, скрывать, потому что для них это чрезвычайные силы удар. Вот если таких все время... То есть они стояли, видимо, все-таки уже готовые к взлету и к нанесению удара, потому что чёж они стояли в открытом уже на этих взлетных посадочных полосах. Поэтому, как говорится, вот один беспилотник сделал такое доброе дело. А если в Украине будет тысяча таких беспилотников, если бы не жался этот Байден, эти США, все дрожит, дрожит, то не давать, это не давать. Такое трусливое оно, понимаешь? Про себя только думает. Ну так же, как и Макрон и другие шольцы. Так уже бы давно разбомбили бы этот аэродром и эту базу, и Волгодонск, и Энгельс, и все остальное, и давно бы уже никаких бомбардировок не было. Поэтому будем ждать больше, более, как говорится, полной информации. Она же есть, со спутников же там все видно, правильно? Ты уже помнишь, как давали тогда информацию полностью нам по Джанкою и так далее, и по другим ударам, когда по аэродромам были. Будут, естественно, эти с ним, что там реально произошло. Беспилотник или бензовоз или что. Но, во всяком случае, результат очень для Украины и для граждан Украины очень хороший. Поскольку, если таких ударов будет постоянно, систематически, то, естественно, тогда и бомбить города украинские, и наши объекты, и наш народно-хозяйственный комплекс, им будет значительно затруднительнее. Олег Игоревич, я хочу здесь в продолжении этой темы задать вопрос и подбросить дровишек в этот анализ очень таким философским измышлением. То есть, получается, что стратегическая авиация, вот та, которая, вот это вот дыхание Карибского кризиса, вот эта мощь и противостояние сверхдержав уничтожается или повреждается, выводится из строя, как хотите, копеечными, с точки зрения сравнения с самолетом Ту-95, например, беспилотниками. То есть, мы здесь, кроме того, что украинский, ну, какое-то украинское чувство сатисфакции, мы здесь имеем мировой прецедент, вот мировой, что, ну, вот дальнейшее, допустим, там, противостояние, вот эти слова сверхдержава, ну, они как-то вот совершенно на другую краску обретают. Что вы насчет этого думаете? И действительно ли это такой переломный, ну, давайте, исторический в военном смысле этого слова момент? Ну, беспилотники – это вот эти, так называемые, беспилотные летательные аппараты, они по своей сути очень опасны. И за ними, я думаю, очень большое будущее. Они легко модернизируются, они легко создаются. Они имеют огромный потенциал роста, развития этой системы. В отличие вот от этих, так называемых, огромнейших самолетов, бомбардировщиков, стратегических и так далее. И, как известно, есть уже, наконец-то, украинская программа по созданию беспилотника, причем достаточно, я думаю, эффективного. Последнее то, что вот было уже в такой публичной печати, что идут его испытания, что он может до тысячи километров иметь дальность, тысячи километров, это свободно долетает от Киева до Москвы, 900, кстати, километров, от СУМ-600 там где-то, так? Так вот, и может 75 килограммов нести, ну, так публично говорится. Да, но он очень маневренный, он очень такой, то есть очень современный, очень современный. И это, конечно, эти беспилотники, они, они же могут как использоваться, как, они же достаточно дешевые в производстве, их можно использовать, знаешь, как краи, когда их много летит, когда летят с разных сторон. То есть, по сути, страны, которые будут иметь такие очень высокоразвитые технологические беспилотные системы, плюс они должны иметь хорошее, как говорится, наведение, то есть у них должна быть соответствующая связь с спутниками и так далее, потому что без этого, естественно, они не смогут оперативно и точно действовать. Они в состоянии наносить мощнейшие удары по стратегическим центрам вражеских государств, в том числе по аэродромам, по авиабазам, по морским базам, по морским базам могут, по авианосцам могут наносить удары, серьезнейшие удары будут, по флотам, которые в море находятся или собираются в море выйти. Причем любой можно флот. И то, что американцы сейчас разработали вот этот Б-21, который у них последний, вот они начинают испытания и так далее. Семь лет разрабатывали, да? Ну, еще там лет десять им надо, чтобы чего-то куда-то. Так я думаю, что беспилотники за десять лет достигнут такого уровня, что не нужны будут никакие... Они смогут уничтожать такие стратегические самолеты, которые являются носителями ядерного оружия. Они их будут просто уничтожать. То есть это будут такие мощнейшие атаки идти на базы, на корабли, на порты, на взлетно-посады. Ему же надо взлетать, правильно? А если беспилотник уничтожает систему диспетчерской службы, уничтожает взлетно-посадочную полосу, то откуда он и куда взлетит? А если он взлетел, то куда он сядет? Так и с Энгельсом. Если уничтожить взлетно-посадочные полосы и в том же Волгодонске, то некуда будет им взлетать. Им же надо огромные полосы, чтобы взлететь. Поэтому так же, как подводные лодки, если бы у нас были хорошие беспилотники, то давно бы уже разбомбили и эту Севастопольскую бухту, там, где они, лодки стоят с носителями, и ту же Шехарис эту в Новороссийске. Плюс это же можно бомбить нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы, атомные электростанции спокойно можно бомбить. Это можно бомбить теплоэлектростанции, не надо никаких самолетов, иксов, ракет и прочего. Олег Игоревич, я просто хочу подчеркнуть, что это сообщение вот этого утра понедельника или там ночи на понедельник пришло как раз-таки в ожидании массированного удара очередного. Можно сейчас какой-то делать прогноз, как это вот этот удар беспилотника по Энгельсу повлияет на дальнейший ход событий, ускорит или замедлит сроки очередного, вот как обещали, помните, на прошлой неделе, вот самого массированного удара по украинской энергосистеме? Известно, что по кривому рогу три ракеты ударили и попали в какой-то, как теперь рассказывается, объект гражданской инфраструктуры. Это брахня, понимаешь, но видно же с космоса, куда попали. Ну что вы вредите? Ну скажите, куда попали? Чего вы от нас скрываете? Враг и так знает, куда он попал. А зачем от своих скрывать? Люди же должны правду знать, понимаешь? Вот эта игра в кошки-мышки, это как детские игры какие-то, песочники, понимаешь? Это говорит о незрелости руководства и в военной сфере, и в политической гражданской сфере, когда скрывается информация. Ее скрыть невозможно. Десятки тысяч спутников висят в космосе, которые дают снимки в реальном времени. Они могут даже спичечный коробок показать. Поэтому, естественно, те, которые это все контролируют, они все это знают. А от кого скрываете? От своих, что ли? Поэтому, естественно, надо, чтобы пришла сейчас точная, развернутая информация. Но если исходить из той информации, которая прошла, по нескольким источникам различным, то все-таки вывод небольшой такой, можно первичный сделать, такую как бы версию, что, видимо, повреждена какая-то часть этих взлетно-посадочных полос в этом Энгельце. Мы не знаем, сколько их. Ну, те, кому надо знать, уже могли бы рассказать. Видимо, ну, по-любому, два так точно повреждено, но может даже больше. Понимаешь? Следующее. Если это в самом деле так, как сейчас, например, я излагаю, мы с тобой эту версию обсуждаем, то и повреждено, например, два или больше до четырех этих самолетов, плюс, например, заправщики повреждены, плюс что-то еще, тягачи какие-то, и плюс посадочная взлетная полоса, то тогда, естественно, видимо, готовился удар. Массированный, не массированный, но какой-то уже, может, они сейчас перешли, знаешь, к более таким дозированно точным ударам, вот каким мы видим на протяжении последних трех дней, когда они бьют точно по каким-то объектам и достаточно успешно бьют. И, может, они избрали другую, так сказать, тактику, и теперь идут не массированными ударами, то есть говорят про массированные, а перешли к точечным, локальным ударам, когда они выбивают определенные объекты в определенных городах. Вот если последнюю неделю взять, то можно сделать следующий вывод, что они стремятся нанести удары по каким-то объектам, например, в Запорожье особенно, или в Днепре, или в Кривом Роге наносятся удары, ну, Херсон, само собой, по Никополю наносятся удары, то есть очень точные удары наносятся по различным объектам важным с точки зрения инфраструктуры народно-хозяйственного комплекса. Может, они перешли в эту модель, и, может быть, они будут наносить удары, и они готовились, например, сегодня их нанести по каким-то генерирующим мощностям в Украине. И для этого, например, не надо выпускать 20 самолетов, выпускать и 100 ракет наносить. Может, они приготовились поднять как раз эти 2-4 самолета, которые должны были нанести очень точные удары по нашим объектам. Может, наши их опередили, ну, конечно, благодаря американцам, кто ж мог информацию такую дать. Украина ж не обладает такой информацией, понимаешь? То есть, я думаю, они изощренный ум змеи не имеют. Ну, и репталоиды же. Змеиный, холодный, античеловеческий ум, понимаешь? Это убийцы. Поэтому они могли изменить. Они думают, ага, все ожидают массированного удара. А мы сейчас изменим тактику и будем бить по уже разработанным. Один очень хорошо кто-то сказал про то, что там сидят в мозговом центре, которые проводят вот эти стратегические, так сказать, компьютерные игры в этой комнате, сидят люди, которые знают очень хорошо все проблемы энергетики, вопросы энергетики, и генерирующие, и передающие электроэнергию. И они могли просто разработать сейчас другую модель, чтобы бить точно по слабым нашим, ну, не то что слабым, а критически важным точкам, которые держат целостную систему, понимаешь? Потому что когда возникает этот blackout? Он возникает тогда, когда разрушаются соединительные узлы всей системы энергопостачания Украины. Значит, они это знают, и может, как раз сегодня и готовились. Пятое число, как бы декабря, они к этому готовились. И им тут, может, как раз пришла обратка. Ну, вот будем сейчас наблюдать. Если это, как мы с тобой рассуждаем, вот такая версия, то это очень позитивный вариант. На Донбассе проблемы вокруг Бахмута. Было сообщение о грузинском легионе, который пять бойцов потеряла. Погибло. Да, потеряла вооруженная сила Украины, которая там обороняется. Есть информация, но ее не принято снова-таки распространять, о раненых, погибших именно на том направлении, из числа вооруженных сил Украины. Как-то понятно, что все говорят, что вот наступающая сторона, вот Россия, вот бросают, там много полегло из Российской Федерации. Но тут же тоже важен вопрос приоритетов, сил, противодействия, потому что все-таки украинские бойцы для нас важнее. Хоть и, конечно, наверное, кому-то елей в уши слышать, сколько там дивизий российских поликлом. Олег Игоревич, вот то, что закручивается на Донбассе, это конвульсии или вот только вдох? Ну, это я бы сказал так. Это и не конвульсии, и не вдох. Знаешь, если шахматами говорить, это не дебют, но это и не Эншкин. Это как раз разворачивается партия. Миттельшпиль называется. Понимаешь? И там идет, там тяжелейшие сражения. Ну, конечно, вот эти глупости про Сталинград, там еще, чтобы сказали, Курская битва, там, или еще. Ну, всякая дурня такая, знаешь. Начитаются с чего-то. Это можно, можно другими словами, что бы тогда не написать, там, типа, Бородино или Полтавская битва. Понимаешь? Или это еще не выучил, кто Сталинград использует, что только до Сталинграда дошел. А что-то были во время Гражданской войны, 18-20 год, битвы под Царицыным. Тогда Сталинград Царицыным назывался. Понимаешь? Поэтому, а был Волгоград, а что-то в Волгоградом не называют. Битва у них с фекалиями была. Половину города залило дерьмом. Понимаешь? И они там попы навозными этими водой с этими фекалиями, там их светили как раз, которых на этих мобиков, гробиков на фронт отправляли с этой водой. Поэтому это все болтовня. А реальность серьезная, потому что, естественно, что это очень важная точка. И она как бы, она же держит, видишь, тоже это такой узел Донецкой области и Запорожской области. Поэтому, если, например, взяли бы Бахмут, то тогда практически можно врываться вот оттуда в Запорожскую область. Понимаешь? Там даже не так важен тот же Краматор, кстати, по нему тоже были. Видишь, серьезные удары попали, они вчера кажутся. То есть, Олег Игоревич, вот эти точечные удары и Донбасс, это все взаимосвязано. И можно сейчас сформировать какой-то прогноз о том, что будет делать Российская Федерация? И если отвечать, то как? Будут они продолжать это делать. Все руководство заявляет, что цели так называемой военной спецоперации должны быть достигнуты. То есть, они не остановятся. Это однозначный вывод. Они так все говорят. Тогда что делать? Только есть один ответ. Это наступать где-то в другом месте. То есть, прорвать. Раз они тут наступают, на Бахмуте, и наносят удары ракетами, по городам, уничтожая всю инфраструктуру, генерирующую и логистическую, энергетическую, электричество, значит, надо наносить адекватные им удары. Очень болезненные. Это как Энгельс, например, если в самом деле так нанесено. Ну и надо прорывать где-то фронт в другом месте. Раз они в Бахмуте рвут, значит, надо прорывать в другом месте. Альтернативы не существуют. Или левый мешок уничтожать и вырываться в Крым. Но я так думаю, что Зеленскому запретил Байден и европейский Макрон и прочее это делать в Крыму или рваться там, где вот Сватово и вырываться туда на оперативный простор в Луганску, убралась на Луганск. А третьего не дано. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Олег Соскин будет отмечен как пользователь YouTube, поэтому вы, конечно, правильно делаете, что стучитесь в комментариях под разными видео на моем канале и спрашиваете, где Олег Игоревич, почему он не выходит на связь с подписчиками. Но постучитесь и к нему, пожалуйста, тоже. Я думаю, что Олег Игоревич будет отвечать. Действительно, сложности с электричеством, со связью, но мы все равно благодарим вас за поддержку и за то, что все равно ждете новых и свежих видео. Мой финальный вопрос, он про Украину, про Украину в перспективе. Здесь вице-президент банка мирового сообщила, что к концу года 8 миллионов за чертой бедности украинцев. Это ведь такая история, которая идет параллельным курсом с войной. Что делать и как это все остановить? Или без собственно победы ничего уже не сделать? Победе трудно говорить, но хотя бы надо то есть надо хотя бы вытеснить идеально хотя бы достичь ситуации до 24 февраля идеально вот тогда бы можно было стабилизировать ситуацию и таким образом искать возможности для того, чтобы остановить нарастание крушения финансовой и экономической системы Украины. Оно идет и 8 миллионов за чертой бедности это подтверждение. Если сейчас ситуация будет вот такая какая есть, то есть фронт стабилизируется вот в таком виде, то их станет еще больше. Будет каждый месяц будет где-то я так думаю добавляться по миллиону за чертой. Будет скажем к концу года будет 9 миллионов в начале февраля 23 10 миллионов и так будет все время идти, идти, идти. Поэтому у руководства выхода нет и у страны. У меня есть свое видение как это делать, но пока то, что делается в экономической политике и в монетарном и со стороны Национального банка, и со стороны правительства, ну и руководства страны, с точки зрения политэкономии это все неправильно. С точки зрения политэкономии капиталистического воспользового производства, народного капитализма это все неправильно. Но пока идет так, как идет. Поэтому у меня плохой прогноз. У меня плохой прогноз и к сожалению то, что сказала глава Мирового банка это реальность. Это реальность и к ней можно только добавить одно, что страна находится в состоянии тотального дефолта. перманентного дефолта. Про это никто не говорит, но это перманентный уже это дефолт константа во всем направлениям. То, что делает Верховный Совет, правительство и Нацбанк закручивают гайки и усиливают налоги и контроль за людьми, это будет только хуже, это уже будет катастрофа тотальная финансово-экономическая. Свои ж мозги им не вставишь. А как тогда побеждать? Побеждать надо побеждать только одним. Есть армия, естественно, надо получать вооружение, делать свои совместные заводы в Чехии и Словакии обязательно, в Румынии можно спокойно их делать, по производству тех же снарядов и всего-всего остального. Во что бы то ни стало, надо получить Абрамсы, хотя бы тысячу штук, снаряды здесь в Европе производить, нужны F-15, F-16, нужны обязательно патриоты, нужны эти беспилотники современные для нанесения дальних ударов, но все остальное мы с тобой говорили, а в финансо-экономической сфере надо просто людей от налогов освободить, и дать им возможность просто надо сказать, государство помочь не может, поэтому мы освобождаем вас от всех налогов, от всех вот этих административных ограничений, кому нужна эта прописка сейчас, так называемая регистрация, никому не нужна, это полная глупость военных условий, надо конечно же снять ограничения с выезда мужчин, надо перейти на другие принципы формирования профессиональной армии, надо давать каждому, кто идет служить, обязательно ценную бумагу государства, подкрепленную земельным паем, хотя бы уже не один гектар надо давать, а два, и за каждое участие в боевых операциях должна идти приращение, бумага должна быть вечной, понимаешь, и она должна иметь процент, на сегодняшний день должно быть минимум 18% годовых под эту бумагу, если не дай бог погибает воин, значит бумага переходит его детям, жене и так далее, вот и все, должен быть, раз идет такая тяжелейшая, это затяжная война, я уже говорил, минимум 10 лет, минимум, еще неизвестно, что дальше будет, поэтому должна быть другая модель, старые модели не работают, но этого понимания нет, то есть Украина стоит перед тяжелейшими испытаниями, тяжелейшими, вот эти глупости всякие, болтуны, которые говорят в 23-м году что-то закончится, пусть себе кастрюлю на голову наденут, ничего не закончится, это еще даже не начиналось, это только, это даже, это прелюдия, это только примерка идет. Ну вот, знаете, мы большую часть нашего разговора, Олег Игоревич, посвятили вот этим Ту-95-м самолетам, Энгельсам, и вот как бы вот 14 самолетов уже в воздухе, и вполне вероятно сейчас шквал воздушных тревог по всей стране, видимо, ответ все-таки какой-то будет, а может спасаются и на другие аэродромы перелетают. Ну, это все будет видно, но надо помнить, что не только Шенгельс есть, есть и другие, есть калибры, и носители вышли, тоже в море стоят, черном, и средиземном, и Азовском даже, а есть и Волгодомск, и там достаточно много их размещено, это то, что мы знаем, видимо, есть какой-то еще запасной, тот же Капустин-Яр, например, там тоже есть у них условия для этого. То есть они от своих змеиных планов не откажутся. План один уничтожить Украину как субъект народно-хозяйственного воспроизводственного процесса на расширенной основе, на любой основе. Вот самая главная задача. Но это только начало, потому что дальше они должны расширить зону боевых действий на другие страны. Потому что они понимают, что украинскую армию они победить, что не могут, значит им надо найти другой ракурс. И Шельгу не зря в Беларусь приезжал. Понимаешь? То есть идет несколько, как я понимаю, несколько разных направлений. С одной стороны уничтожается Украина как народно-хозяйственный комплекс субъект международного мирового хозяйства. С другой стороны идет наступление в районе Бахмута и Марьинки вот в этом куске Солидар. С третьей стороны они держат фронт в других местах. С четвертой стороны это Беларусь. Но не удар по Украине, а удар по Литве, Латвии, Эстонии. Туда будет удар. То есть получается украинскую армию победить не смогли, нужно найти армию, которую победить все-таки смогут. Конечно. Конечно. И решить вопросы надо. Они понимают, что сегодняшнее пятое число это же потолок по нефти. Фактически регулируемая эмбарго по перевозке нефти. G7 поддержала, Европейский союз, принял. Австралия присоединилась. Представляешь? То есть практически Япония само собой. То есть фактически их ограничили в ценовом коридоре. ОПЕК плюс решил не уменьшать добычу нефти. Для России это просто тяжелейшее сейчас наступает испытание. Плюс Китай идет рецессия. Самый большой производитель ВВП в мире потребитель нефти начинает ее не покупать. То есть он не покупает самое главное российскую нефть. Он ее увеличил. То есть нету главного потребителя Китая в этих условиях. С Индией там тоже не так все просто как им казалось. Тогда получается кто будет их покупать. Если Европей Европа не покупает ну остается трубопроводная дружба это такой вопрос еще. Штаты не покупают Япония не покупает выше 60 долларов. А если сейчас цена падает ниже то у них исчезает дельта. А если исчезает дельта то нет доходов в их бюджет. Они и так каждый месяц забирают деньги больших объемов миллиардов с этого своего фонда будущих развитий стратегических. То есть где деньги брать? Газ упал вот добыча и экспорт газа в дальнее зарубежнее на 40% упал. А где еще доходы? А больше нет доходов. У них главные два дохода это внутри это газ добыча нефти продажа нефти и нефтепродуктов. Но в феврале им ограничат потолок поставят по нефти и продуктам. То же самое сделают что по нефти. А чем тогда им торговать? Плюс у них все технологические компании и другие уходят с рынка. Все автомобильные ну собирают они привозят японские китайские автомобили снятыми колесами там и еще чем-то там и потом собирают у себя там где москвич и переименовывают его и называют типа какая-то их машина. Но это китайская машина только в несколько раз дороже чем она стоит в Китае для лохов так сказать россиян. Особенно она хороша для тех которые получают компенсации за то что их так сказать стали двухсотыми или трехсотыми. Они могут эти китайские автомобили покупать вместо москвича. Понимаешь? То есть это вообще уже полная пофиге то что у них происходит. Поэтому я думаю что будет что фактически Путину дали проводят специальные такие как бы стратегические сценарии в разных элементах там но все сценарии политэкономические и финансовые показывают что ситуация у них очень плохая. Каждый месяц она ухудшается для них. Они думали что они заморозят Европу но пока они разрушают свою экономику. Но они будут продолжать воевать. Они будут продолжать. Надо помнить что в январе месяце на фронт придет ну уже там 300 тысяч конечно их нет но реально где-то надо ожидать 150 тысяч новых придет на фронт. мобилизованных плюс они сделали лишь эту компанию по 120 тысяч в декабре набрали призыва. Понимаешь? То есть это еще дополнительно к 318 тысяч потому что из 120 тысяч мобилизованных значительная часть была подписана контракт и уже тоже пошла уже в боевые действия пошла на фронт. Которые должны были демобилизоваться. Поэтому реально это будет огромная армия. Огромная армия это значит сражение. Тяжелейший по всему тысячному километру фронту сражение. Они правильно рассчитывают что где-то к февралю они смогут весь фронт насытить вот этими новыми войсками. Понимаешь? И это будет тяжелейшее сражение. Плюс мы же не знаем что там будет на Беларуси. Но я не думаю что Лукашенко пустит на свою территорию как там всякие болтуны говорят 100 тысяч 300 тысяч это глупости. Он не пустит. Но там и не надо если на Литву Латвию Эстонию идти то там не надо 100. Там в Литве Латвии Эстонии там нет войска. То есть еще Путин не задействовал Балтийский фронт. Черноморский фронт южный задействован Балта Черноморского Меридиана Дуги а этот фронт нет а там мощнейшие его силы стоят. И вот он должен его тем более что ни Швеция ни Финляндия не приняты в НАТО. Поскольку в Венгрии нет ничего более постоянное чем что-то временное. Ни Венгрии ни Турции ни всего. Олег Игоревич в общем интересные прогнозы и будем следить за ситуацией в динамике я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Друзья я всех благодарю за то что вы посмотрели этот ролик больше конечно послушали но тем не менее я думаю что эта информация была вам полезна берегите себя всем желаю добра и света и не игнорируем сигналы воздушных тревог до скорого что это insult по